Сборная России по хоккей завоевала бронзу. У молодежного чемпионата мира команда обыграла швейцарцев со счетом 5-2. Встреча прошла в Ванкувере. Подопечные Валерия Брагина с первых минут поединка вели активную игру и буквально расстреливали ворота соперника. Александр Абрамов продолжит. Любые медали лучше, чем их отсутствие. Вопрос спортивной психологии. Настроить на матч за третье место – большое искусство. Особенно, когда накануне обидно проиграл в полуфинале и потерял шансы сыграть за золото. Команде Валерия Брагина эта бронза была нужна. Россия и Швейцария играли друг с другом в Ванкувере уже второй раз. В первый матч на групповом этапе россияне победили 7-4. Кто бы мог подумать, что в малом финале встретятся эти же сборные. Очень важный матч, чтобы отсюда уехать. В общем-то, чемпионат прошел, кроме одной игры, достаточно успешно. Какое-то удовлетворение. Но, когда все эти эмоции уйдут, я думаю, все равно осадок будет, чтобы мы могли взять что-то больше. По первому периоду показалось, что на этот раз швейцарцы проблем создадут намного меньше. Кирилл Слепец забросил быструю шайбу уже на пятой минуте. Нападающий забил не по годам зрелый гол. Индивидуальное мастерство, работа руками и владение клюшкой в этом эпизоде многим напомнили Павла Дацука. А в середине периода Никита Шашков реализовал быстрый выход 2 в 1. 2-0 после первого периода. Приятно, что когда ты собираешься, когда твой год играет, ты с ребятами играл с детства, со всеми, с кем-то вместе, с кем-то против кого-то. И ты понимаешь, что ты прошел это все, все сборы, все с мужиками прошел. И когда ты понимаешь, что ты в медалях, да, и выигрываешь это. И как объединяют команду, мы как семья, да, и это очень такое, знаете, ну чувство хорошее, приятное. В начале второго периода швейцарцы пробили Кочеткова и на эмоциях какое-то время смотрелись лучше наших. Гол Клима Костина вернул россиянам преимущество в две шайбы, а совсем скоро случился один из самых красивых и динамичных эпизодов всего турнира в Ванкувере. Вратарь Петр Кочетков, которого признали лучшим вратарем чемпионата мира, совершил два «Чудо спасения», но с третьего раза швейцарцы все равно забили по бейсбольному слету. 3-2 после второго периода. Честно, было обидно, что, ну, по-хорошему, американский вратарь меня переиграл. Дальгел? Ну, он сколько, 30, сколько, бил. Ну, совершил спасение, которое нужны были команде. Вот, я, ну, я неплохо играл, но в моменте со вторым голом, как бы, там чуть не повезло. Ну, и в первом я неправильно прочитал ситуацию, сел и как бы уже не успел. Было тревожно. Швейцария понимала, в чем ее шансы, а россиянам оторваться от соперника за два периода не получилось. В третьем периоде игру остудила шайба Кирилла Слепца, а потом он же оформил хет-трик. Третью шайбу Слепец забросил уже в пустые ворота. 5-2 победы сборной России. Три гола на один вчерашний. Ты бы поменял? Я бы поменял и играл бы за золото. Я еще вчера сказал, что мы только за победу будем биться. Сборная России выиграла бронзу младежного чемпионата мира. А настроение команды после вручения наград – хорошая иллюстрация спортивного принципа. Цены любые медали крупных турниров. Вы будете вспоминать чемпионат еще долгие годы. Поэтому еще раз с победой, с бронзой! Ложка меда в бочку с дегтем после вчерашней игры, конечно. То есть, ну, хорошо, что отошли, собрались, забрали бронзу, хотя достойно были золота. У некоторых ребят из этой бронзовой команды еще будет шанс взять медали более высокой пробы. Ровно через год чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет примет Чехия. Ну а чемпионами мира на этот раз стала сборная Финляндии. 3-2 в финале против США. Александр Абрамов и Умар Тускаев. Вести.